Сегодня мы будем рассматривать бюджет на 2012 год. Это последний бюджет, который принимает Дума текущего созыва. Я думаю, что это апофеоз той политики финансовой, которая проводила правительство все эти четыре года, и за которые все эти четыре года голосовала про правительственное большинство «Единая Россия». У нас было много бюджетов за это время. Был бюджет упущенных возможностей, был бюджет стагнации. Этот бюджет можно охарактеризовать как бюджет финансирования дорогостоящих ошибок. И в связи с этим неспособность решить ни одной задачи и не реализовать ни один приоритет. Самая дорогостоящая ошибка – это привычная политика занижения доходов и складирование средств в резервном фонде. В этом бюджете она будет стоить около полутора триллионов рублей. Вторая дорогостоящая ошибка – это провальная пенсионная реформа с накопительным элементом и с регрессивной шкалой социальных взносов, которая сохраняется. Она будет стоить еще два триллиона рублей. Третья ошибка – это дорогостоящие амбициозные проекты в виде форума ОТЭС, Олимпиады и другие. Это где-то еще 150-160 миллиардов. Наконец, в этом бюджете очень широко представлено финансирование различных акционерных обществ, которые можно охарактеризовать как рога и копыта. Те, которые предполагают, например, открытые экономические зоны. Конечно, когда в бюджете 4 триллиона ошибочных, дорогостоящих расходов и проектов, то на социальные проблемы, на стимулирование экономики, конечно, денег не остается. Прогноз бюджета не точен, как всегда, поскольку вы знаете, что «Справедливая Россия» представляет каждый раз альтернативный проект бюджета, который каждый раз оказывается гораздо более точен и профессионален, чем правительственный, то мы считаем, что на следующий год доходы у правительства могут быть при нормальной политике на 1 триллион 300 миллиардов больше. Правительство считает, что ошибаться в доходах очень хорошо. Это правильная политика. Мы считаем, что это абсолютно неправильная политика, которая приводит, во-первых, к нерешению социальных проблем, к дестимулированию экономического роста и к формированию долговой петли, поскольку когда вы занимаете деньги под 7-8%, а собственные деньги вкладываете под 1%, это как раз и есть затягивание долговой петли. И почему это способствует устойчивости, нам пока никто членораздельно не объяснил. Какие же задачи ставятся перед этим бюджетом правительства? Первая задача, которая поставлена, это эффективная децентрализация полномочий публично-правовых образований. В переводе на всем понятный язык это означает следующее. Забрать у регионов доходы, дать им дополнительные расходные полномочия, забрать у регионов объем финансовой помощи и таким образом полностью оставить их без ресурсов для решения социальных проблем и проблем жилищно-коммунального хозяйства. Разбалансированность бюджетов субъектов составляет где-то 160 миллиардов рублей. Следующая задача, которая ставится, это повышение качества государственных и муниципальных услуг. Что это означает? Это означает реализация 83-го закона и фактически коммерциализация всей бюджетной сферы. Третья задача, которая ставится, это адресное решение социальных проблем. Надо понимать, что это адресное нефинансирование отдельных социальных отраслей и отраслей жилищно-коммунального хозяйства. Сокращаются расходы практически в два раза на ЖКХ, сокращаются абсолютно расходы на фундаментальную науку, сокращаются расходы на лесное хозяйство и замораживаются практически все относительно успешные направления ранее принятых национальных проектов образования и здравоохранения. Понятно, что это трясина, застой. За этот бюджет мы голосовать не будем. А как из него выйти, мы расскажем, когда будем обсуждать проект бюджета и представим свой альтернативный бюджет на 2012 год.